МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На канале БТБ новости. Спасибо, что смотрите нас. Террористы захватили помещение СБУ в Макеевке. Об этом сообщают донецкие СМИ. Известно, что около здания несколько боевиков строят баррикады. Кроме того, террористы похитили мэра Горловки Евгения Клепа. Также они взяли в плен начальника следственного отдела Торецкого гору правления милиции. Тем временем в Славянске сегодня весь день не прекращалась стрельба. А в Шахтерске вооруженные сторонники так называемой Донецкой Народной Республики формируют колонны и выезжают в направление соседнего городка Снежное. О скоплении там боевиков сообщалось ранее. Президент Петр Порошенко не исключает возможности проведения в Донецке круглого стола при участии разных сторон конфликта, поддерживающих мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом глава государства заявил во время встречи с председателем Донецкой областной государственной администрации Сергеем Тарутой. По его словам, план, предусматривающий прекращение огня и создание гуманитарного коридора для мирного населения, должен стать основой для деэскалации конфликта и сложения террористами оружия. Кабинет министров на своем первом после официального вступления в должность нового президента заседания обозначил основную задачу. Это стабилизация ситуации на востоке Украины. Жители восточных регионов должны в безопасности и вовремя получать все социальные выплаты. На заседании правительства присутствовали наши корреспонденты. Все подробности в сюжете. Медпомощь всем пострадавшим на востоке Украины оказывается в полном объеме. Но из-за действий террористов автомобилям скорой помощи в Славянске не хватает бензина, а 10 больниц в регионе приостановили работу. Пока не разблокируют ситуацию, пока не закончат антитеррористическую операцию, я думаю, что проблемы такие будут существовать. Потому что террористы, к большому сожалению, о медицине не заботятся совсем. Более того, они захватывают дома и больницы, которые принадлежат здравоохранению. Например, Донецкое медицинское территориальное объединение. Один корпус захвачен ДНРовцами и террористами. Впрочем, в районы проведения АТО возобновляется поступление соцвыплат, пенсий и зарплат. По распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка, 30 миллионов гривен будут направлены в антрацит. А вот в Снежном и Красном Луче все перечисления из госбюджета приостановлены. Ситуация в двух других городах, в Снежном и Красном Луче, обострилась настолько сильно, что мы не в состоянии проконтролировать в них выдачу средств. Потому что там вновь эти террористы охотятся на людей. Охотятся на почтальонов, на банкиров. Обеспокоено правительство и судьбой переселенцев. Арсений Яценюк поручил вице-премьеру Владимиру Гройсману способствовать созданию единой электронной базы данных со сведениями о жилье, работе и соцуслугах для жителей проблемных регионов. Теперь в отношении переселенцев будет разработана долгосрочная стратегия, подытожил министр. Все, что мы делали в последнее время, это было расселение на 2-3 месяца. В первую очередь это были переселенцы из Автономной Республики Крым. Сейчас понятно, а этот вопрос не решится в краткосрочной перспективе. Также Кабмин внес поправки в госбюджет. Изменения инициировал президент Петр Порошенко. Речь идет о переадресации средств на сумму 575 миллионов гривен, сэкономленных за счет проведения президентских выборов в один тур. Деньги будут направлены на нужды вооруженных сил и нацгвардии. Андрей Луценко, Наталья Пругар, Андрей Коваль, Владислав Плешаков, БТБ. Вводить военное положение на Донбассе власти пока не планируют. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. Все участники антитеррористической операции по ее окончании получат статус участников боевых действий. Что касается статуса участника боевых действий, все юридические документы для его присвоения у нас есть. Но вы должны понять, что сейчас не время для выдачи этих удостоверений. Их можно будет получить по окончании всех военных мероприятий, которые мы проводим на востоке Украины. Тем не менее, повторюсь, у нас стоят на учете все военнослужащие, задействованные в силовых операциях. Каждый человек подконтрольный. И все они законно получат удостоверения. Кроме этого, глава Минобороны отметил, что семьи военных, погибших в результате боевых действий под Волновахой, получат денежные выплаты в размере 605 тысяч гривен. В рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Министерства обороны украинцы перечислили почти 130 миллионов гривен. Это информация с сайта министерства. 122 миллиона из этой суммы направят на материально-техническое обеспечение, остальное на медицинские нужды вооруженных сил. Кроме того, на счета ведомства поступило 102 тысячи долларов, 49 тысяч евро, 5 тысяч чешских крон и 250 канадских долларов. Напомним, 5 июня Верховная Рада согласовала создание комиссии по вопросам проверки использования этих средств. Мирному населению, которое желает покинуть зону проведения силовой операции, будет помогать координационный центр. Его создают на базе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В его состав войдут представители нескольких центральных органов исполнительной власти, общественных организаций и международных институтов. Покинуть территорию можно через блокпосты сил антитеррористического центра, сообщили в пресс-службе МВД. Там будет проходить проверка, после чего беженцам выдадут необходимые документы для получения медицинского обслуживания, пенсии и других социальных пособий. За время проведения антитеррористической операции уже погибло более 200 человек. Это только официальные данные Министерства здравоохранения. Украинским врачам приходится работать в экстремальных условиях. Есть жертвы, пострадавшие среди медиков-хирургов. Про жизнь в зоне боевых действий наш следующий сюжет. На востоке Украины врачам скорой помощи приходится работать, не покладая рук. Ведь в ходе АТО ранены уже более тысячи человек. Среди пациентов есть даже дети. Но, к сожалению, врачи не всегда успевают помочь пострадавшим. По уточненной оперативной информации, к большому сожалению, во время проведения антитеррористической операции на востоке страны погибло более 200 гражданских лиц, в том числе 15 женщин и двое детей. Один из детей, 14-летний мальчик, до сих пор не опознан. Сейчас продолжаются необходимые действия, направленные на опознание погибшего ребенка. Сейчас продолжаются необходимые действия о опознании этого погибшего. В первую очередь из зоны конфликта стараются вывести беременных женщин, рожениц и детей. Уже эвакуировали почти тысячу воспитанников детских домов. Они отдыхают в детских лагерях на юге Украины. По официальным данным, всего из восточных регионов выехало более 7 тысяч человек. Тех, кто находит приют у родственников или знакомых, почитать невозможно, говорят в Минздраве. Государство готово обеспечить временным жильем более 30 тысяч беженцев. Уже сегодня для размещения людей подготовлено 250 объектов. Это санатории, гостиницы, дома отдыха и турбазы. За медицинской помощью в этот период в местах пребывания переселенцев обратилось более 1900 человек. Подавляющее большинство из них более 1200. Дети до 18 лет. За это время родилось 27 младенцев. Тем, кто остается в нестабильных регионах, постоянно приходится сталкиваться с перебоями в работе коммунальных систем. Но в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в районах проведения АТО пока контролируемая, утверждают в Минздраве. В то же время потенциально возможно осложнение ситуации в связи с тем, что в районе Славянска поврежден магистральный водопровод, поставлявший воду в Славянск, Краматорск, Константиновку, Дружковку. В Краматорске, Дружковке и Константиновке проблему водоснабжения удалось решить. К населенным пунктам организовали подвоз питьевой воды. Однако в Славянске полностью решить эту проблему не удается. Виктория Попович, Владлен Ноль, БТБ Газовые споры между Украиной и Россией будут решать на уровне президентов. Переговоры проведут Петр Порошенко и Владимир Путин. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер. Впрочем, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уже заявил, что российская сторона не получала приглашения на переговоры, поэтому в ближайшее время никаких встреч на высшем уровне не планируется. Заявление Оттингера предшествовал очередной безрезультатный раунд переговоров в Брюсселе. После них министр энергетики Юрий Продан заявил, что единственное возможное решение газового спора Украина видит в арбитражном суде Стокгольма. Он пояснил, что предложенный России механизм регулирования газового спора неприемлем для Киева. Речь идет о скидке в размере 100 долларов за тысячу кубометров. Цена в 385 долларов Украину не устраивает, и она настаивает на внесении изменений в контракт и тарифе в 268,5 долларов за тысячу кубометров. Эту позицию на заседание правительства подтвердил и премьер Арсений Яценюк. Эти русские ловушки мы знаем. Скидка устанавливается решением правительства Российской Федерации и снимается решением правительства Российской Федерации. Поэтому наше предложение было, есть и остается одно и то же – изменения в контракт. Если газ – это политическое оружие, то тогда понятно, что политическое оружие в руках российского правительства. А если газ, как во всем мире, это товар, что значит, что мы торгуем на основании контракта, а не на основании того, нравится России украинское правительство или не нравится. Газовая война в Европе неизбежна, считает экс-вице-премьер-министр России, известный оппозиционер Борис Немцов. На своей странице в Facebook он предупредил, что европейцы могут отказаться от российского газа, опасаясь перебоев с поставками из-за спора с Украиной. Немцов также назвал рыночную цену на голубое топливо для Украины. Брюссель не планирует переносить подписание экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ожидается, что вся работа будет выполнена до 27 июня. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссара Штефана Фюлла Питер Сана, комментируя информацию о переносе даты подписания документа. В эксклюзивном интервью БТБ он отметил также, что Брюссель не рассматривает данное соглашение как конечную цель в сотрудничестве с Украиной. Европейский союз намерен подписать соглашение об ассоциации с Украиной настолько скоро, насколько это возможно. Если быть более точным, 27 июня в Брюсселе. Одновременно соглашения будут подписаны с Грузией и Молдовой. Это окончательная дата, на которую мы планируем церемонию. Однако мы готовы сделать это в любое время по согласованию с украинской стороной. Мы положительно оцениваем заявление президента Петра Порошенко о том, что он также намерен подписать документ как можно скорее. Мы готовы к этому. И самый поздний срок, 27 июня. Украина уже является частью европейского пространства. Потому что огромная часть украинцев продемонстрировала, что их ценности и европейские очень похожи. Если говорить о перспективах членства в Евросоюзе, то на данном этапе я могу сказать, что нам известно об этих стремлениях украинцев. Соглашение об ассоциации – это не финальная точка в нашем сотрудничестве. Мы будем искать пути дальнейшего углубления сотрудничества. Соглашение об ассоциации принесет огромную выгоду Украине и ее населению. Оно модернизирует экономику и обновит саму страну. Оно внесет больше Европы в Украину, уважение к правам человека, демократии и экономическое взаимодействие. Это первый шаг, и нам необходимо сконцентрироваться на нем. Когда нам удастся воплотить его в жизнь, мы сможем говорить о следующих шагах. Оставайтесь с БТБ и далее, ведь в нашем выпуске все наиболее важное. НБУ ликвидировал Брокбизнесбанк. Судьба Банка Форума решится в ближайшее время. Валютные заемщики останутся с жильем, пока не появится документ, позволяющий перевести сумму задолженности из валюты в гривну. Крым – это Украина. Жители Крымского полуострова в соцсетях доказывают, что украинскую нацию не сломить. Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и начать ликвидацию Брокбизнесбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В соответствии с действующим законодательством, фонд гарантирования вкладом физлиц назначает уполномоченное лицо и начинает процедуру ликвидации в день получения соответствующего решения НБУ. Через 7 дней в учреждении должны приступить к выплатам компенсации клиентам, независимо от завершения срока действия договора по вкладу. Вслед за Брокбизнесбанком до конца недели окончательно прояснится и судьба банка Форум, чего ожидать его вкладчикам и каковы шансы получить обратно свои сбережения, узнавали наши журналисты. Продажа Форума целиком или создание на его основы переходного банка. Такие варианты изначально рассматривали в фонде гарантирования вкладов. К сожалению, реализовать их не удалось. Потенциальные инвесторы трезво оценили свои финансовые возможности и от покупки отказались. Судьба финучреждения решится до конца недели. В фонде надеются. Банальная ликвидация – дело не закончится. Часть активов и пассивов будет передана одному из украинских банков. И вкладчикам вернут их сбережения. Мы очень заинтересованы передать требования кредиторов четвертой очереди. Речь идет о вкладчиках в физических лицах, вклады которых превышают 200 тысяч гривен. В настоящий момент над этим идет очень кропотливая работа. И ведутся переговоры в трехстороннем формате – принимающий банк, национальный банк и фонд. В любом случае, в следующие 72 часа все решится. Акционеры форума говорят – сделали все возможное для спасения банка. Их предложение состояло в реструктуризации кредиторской задолженности путем конвертации вкладов в акции. Однако правовых механизмов для этого не оказалось. Верховная Рада соответствующий закон так и не приняла. Инвестора достаточного размера денег для того, чтобы дать сразу в капитал и просоответствовать нормативам, не было. Мы предложили вкладчикам 100 миллионов, чтобы они конвертировали свои депозиты в акционерный капитал, в акции. И мы готовы были у них на протяжении трех лет, беря на себя все валютные риски, выкупить и еще заплатить 10% бонуса. Истинное положение дел в банковском секторе – определить стресс-тестирование, о проведении которых объявил национальный банк. Тогда и станет ясна сумма необходимой докапитализации. Отечественные финансисты в этом плане весьма оптимистичны. Я думаю, что в пределах месяца-полтора банковская система даст по депозитам прирост. А значит, ликвидность у банковской системы поднимется. Из тех 39 банков, которые сегодня испытывают сложности при платежной дисциплине, я думаю, спокойно из этой проблемы банки выйдут. В течение двух месяцев они смогут выйти. Между тем, фонд гарантирования вкладов уже подал в НБУ предложение о ликвидации банка «Форум». Объем застрахованных депозитов, подлежащих возмещению, составляет 2,9 миллиарда гривен. При этом временной администрации уже выплачено более 600 миллионов. Оставшиеся средства будет выплачивать банк-правоприемник. Роман Ковтин, Тарас Чкан, Александр Банный, БТБ. Общественный совет при Национальном банке Украины уже в этом месяце проведет свое первое заседание. Такое решение приняли во время встречи инициативные группы по защите интересов потребителей банковских услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В то же время правление Нацбанка приняло постановление, позволившее юридически закрепить создание деятельности общественного совета. В его состава идут представители общественных организаций, банковских и профессиональных ассоциаций, фонда гарантирования вкладов из лиц, ассоциации Бюро кредитных историй. Как отметил глава НБУ Степан Кубева, это большая ответственность отстаивать интересы граждан и содействовать их эффективному диалогу с Нацбанком в решении финансовых вопросов. Валютные заемщики останутся с жильем. За неспособность выплачивать кредит, залоговое имущество конфисковывать, продавать и передавать во владение третьим лицам не будут. Соответствующий закон вступил в силу. Его действие не распространяется на недвижимость депутатов, судей, чиновников первого, второго, третьего рангов, а также на владельцев квартир площадью более 140 квадратных метров и домов более 250. Новый закон будет действовать до тех пор, пока депутаты не проголосуют за документ, который бы позволил перевести сумму задолженности из валюты в гривну. Создание службы финансовых расследований через общественные слушания. Концепцию нового ведомства чиновники обсудили с представителями отечественного бизнеса. На заседание общественного совета в налоговом ведомстве побывала съемочная группа БТБ. Новый орган службы финансовых расследований будет создана на базе налоговой милиции, а также других силовых структур, наследующих экономические преступления. Планируют, что сотрудники этого органа будут иметь доступ практически ко всем государственным реестрам. Максимальное внимание будет сосредоточено на создании серьезной базы данных. А это объединение – возможность получать информацию практически изо всех госреестров. Соответственно, информация от банков и госфинмониторинга даст возможность по некоторым вопросам принимать решения в режиме онлайн. В то же время споры о концепции будущего ведомства не прекращаются. Каким оно будет – большой вопрос. В мире нет единого подхода к тому, каким должен быть орган финансовых расследований. В США это секретная служба, подчиняющаяся Департаменту внутренней безопасности. В Германии отдельной структуры не существует. Во Франции профильный орган подчиняется Министерству экономики. В Италии – это финансовая гвардия от Министерства обороны. Впрочем, по словам представителей бизнеса, необходимо также создать и механизм персональной ответственности сотрудников новой службы. Ведь ранее его не существовало вовсе. В итоге в прошлом году лишь 6% жалоб налогоплательщиков удовлетворили. Остальные проблемы пришлось решать в суде. «Мы готовы снять вопрос финансовой ответственности. Давайте мы введем дисциплинарную ответственность и запретим занимать определенные должности при определенных нарушениях». Чтобы решить этот и другие вопросы, необходимо еще подготовить новый налоговый кодекс, а также внести изменения более чем в сотню законодательных актов. «Так и останется. Пока рабочая группа вместе с юристами, силовиками и другими не доработает некоторые решения касательно фактически создания и четкого плана. Сейчас юристы работают, ведь нужно внести порядка 300 изменений к законам, то есть это достаточно трудоемкий процесс». В таких условиях прогнозируют эксперты, служба финрасследований заработает не раньше, чем через год. Юлия Михайлова, Станислав Кропонийский, БТБ. Государственный очаг банк стал официальным спонсором Национального комитета спорта инвалидов. Стороны подписали соответствующее соглашение. Кроме того, паралимпийцы сегодня получили премиальные за победы на Паралимпиаде в Сочи. 12 медалистов зимней Паралимпиады. Благодаря им в сложное для страны время 25 раз в российском Сочи поднимался флаг Украины и звучал государственный гимн. Наши паралимпийцы в медальном зачете стали четвертыми, завоевав 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. И сегодня получили заслуженное денежное вознаграждение. За первое место по 800 тысяч гривен, за второе 550 и за третье 380 тысяч гривен. Впрочем, премия – это не главное, говорят олимпийцы. Самая такая награда – это признание всей Украины. Когда Россия все-таки стоит на второй ступеньке, а Украина, флаг Украины поднимается выше флага России и играет не российский гимн, а украинский гимн в паралимпийских играх. Это особая паралимпиада. Мы закрывали медали, чтобы показать, что это не главное сегодня. Сегодня для нас важно не золото, а украинский флаг и герб. И крайне важно сохранить страну. Поддерживать паралимпийцев и дефлимпийцев в дальнейшем будет Государственный Ощадбанк. Финучреждение стало официальным спонсором Национального комитета спорта инвалидов. Согласно договору, в течение года от Финучреждения будет поступать спонсорская помощь. В общей сложности 2 миллиона гривен. Эти средства будут использованы на все вопросы, связанные с подготовкой паралимпийцев и дефлимпийцев, проведение учебно-тренировочных сборов, реабилитационных мероприятий и, собственно, уставной деятельности Национального комитета спорта инвалидов Украины по решению всех вопросов, которые сегодня являются поддержкой и развитием паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине. Для Ощадбанка это первый шаг. Более того, я убежден, что именно государственные монополии и предприятия должны в первую очередь предоставить поддержку, протянуть руку и заявить позицию в поддержку спортсменов и Национального комитета. Нацкомитет спорта уже начинает готовиться к следующим важным соревнованиям – 18-м зимним дефлимпийским играм, которые пройдут в России. Спортсмены говорят, это будет сложная борьба за право Украины стоять на пьедестале победителей. Анна Каменева, Александр Котельников, БТБ. Стоимость билетов на поезда, которые курсируют между материковой Украиной и Крымом, не изменилась. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалезныцы. А цены в кассах полуострова выросли в несколько раз из-за сбоев в системе продажи. Так уверяют в российской федеральной пассажирской компании. Предприятие обещает вернуть деньги за покупку проездных документов по завышенному тарифу. Для этого гражданам следует обратиться в кассы. В Укрзалезныцы также сообщили, что 12 июня откроют продажи билетов на поезда в Крым на даты с 16 по 30 июня. Они хотят домой? Или патриотический флешмоб от жителей Крымского полуострова? В соцсетях украинцы из оккупированной республики публикуют фотографии своих украинских паспортов. Они просят не отдавать полуостров России и спасти их от президента Путина. Крымчане из разных городов пишут «Крым хочет домой», «Крым – это Украина» и «Слава Украине». «Пожелай стране счастья» – именно под таким лозунгом прошла благотворительная акция в национальном заповеднике «София Киевская». Главная цель проекта – объединить украинцев для помощи пострадавшим детям во время боевых действий на востоке Украины. Для этого собрались известные общественные деятели. Помимо материальной помощи, взрослые вместе с малышами оставили свои наилучшие пожелания стране, повесив ленточки и колокольчики на дерево желаний. «Украине хочу пожелать, чтобы она была большая и счастливая, и еще, чтобы люди не болели разными болезнями и были всегда счастливы и здоровы». «Я хочу солнце повесить. Потому что солнце – это как символ тепла и всего хорошего». В Одессе готовятся к международному кинофестивалю. До начала событий остался месяц, и организаторы решили сообщить о подробностях предстоящего съезда киноманам. Что покажут в этом году в Одессе, знают наши журналисты. С 11 до 19 июля практически вся Одесса превратится в большую киноплощадку. Традиционно события фестиваля пройдут не только в кинотеатрах, но и под открытым небом в центре города. Бороться за золотого люка пятого юбилейного киноконкурса будут 12 полнометражных картин. Среди представленных фильмов уже признанные в мире призеры Берлинского, Каннского и других кинофестивалей. «За четыре года на Одесском международном кинофестивале побывало более 300 тысяч зрителей. Гостями УМКФ за этот период стало более 3000 кинопрофессионалов из 40 стран мира. Было показано более 400 картин, и около 70 тысяч зрителей посмотрели на опен-эрах, на показы на Потемкинской лестнице и на Ларжроновском спуске. Несмотря на такой сложный год для Украины в этом году, мы все-таки решили действовать». В этом году в рамках фестиваля не будет традиционной программы нового российского кино. Из-за того, что посол этой страны вернулся в Украину несколько дней назад, сотрудничать с российскими культурными институциями не было возможности. Впрочем, кинопродукт «Северного соседа» все же будет представлен независимыми режиссерами. Между тем, украинские мастера для фестиваля постарались на славу. «У нас два украинских фильма в международном конкурсе, плюс еще три украинских полнометражных фильма в национальном конкурсе и плюс два украинских полнометражных документальных фильма в национальном конкурсе. И с нашей точки зрения очень разнообразная программа короткометражек. И, к сожалению, нам просто физически на фестивале не хватает времени для того, чтобы показать весь спектр того, что производится сейчас в Украине». Жюри международного конкурса возглавит знаменитый британский режиссер Питер Вебер. Также оценивать участников будет украинский режиссер Сергей Лозница. Его фильм «Майдан» о революционных событиях в Киеве в этом году уже потряс зрителей на Каннском кинофестивале. Кроме того, в Одессе состоится мировая премьера долгожданного фильма украинского режиссера Олега Санина «Поводырь». Ольга Теревинская, Андрей Яковенко, БТБ. Неизвестная Украина. В Мезинском национальном природном парке сочетаются настоящее, прошлое и будущее. Сказочные пейзажи, детственная природа и кристально чистый воздух. Очарованной из Черниговщины вернулась наш корреспондент Екатерина Доброгорская. Роскошные природные пейзажи, быстротечные реки, глиняные горы, многовековые деревья великаны и воздух, пропитанный запахом трав. Всё это прекрасный Мезинский национальный парк. Именно здесь находится всемирно известная Мезинская палеолитическая стоянка, где найдены следы людей, живших тут около 150 тысяч лет назад. В этом месте 18-20 тысяч лет назад жили охотники на мамонтов. На протяжении веков здесь совершали сенсационные археологические открытия. И здесь фактически кроманьонцы создали лунный календарь и появился первый в мире Меандр. Природный уклад жизни местами тоже сохранился в первозданном виде. Несмотря на то, что длина Десны в этом месте составляет 53 километра, здесь нет ни одного моста. Традиционно в начале лета свою работу начинает средневековый паром. И как и много лет назад он помогает местным жителям и туристам добраться на другую сторону Десны. Через Десну перетянут канат. И по этому канату тянется паром. Сначала отсыпляется, выставляется под определенным углом и под этим углом плывет на ту сторону. Этим паромом управляет один человек. Как правило, это паромщик. Жители прилегающих сел также используют паром для хозяйственных целей – как-то перевезти сено или лошадей. А еще туристов здесь обучат старинным ремеслам – петриковской росписи, гончарству и сеноплетению. Название игрушки «Ангел» – это народный оберег. Совместными усилиями и при помощи мастера Артема я сделала первую в своей жизни игрушку из соломы. Для любителей природы в парке предусмотрены десятки маршрутов и экологических троп. Среди них захватывающие сплавы по реке, которые даже самого ярого скептика не оставят равнодушным. Екатерина Доброгорская, Владимир Настырчук, БТБ. Никого не оставят равнодушным и программа «Важно. День», которую вы увидите на нашем телеканале в 21.00. В ней мой коллега Виталий Литвин с экспертами обсудит текущую социальную и экономическую ситуацию в Крыму, а также спрогнозируется развитие событий на полуострове. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова